В минувший понедельник день настолько тяжелый выпал для одного сильно коренного жителя Екатеринбурга, точнее Эльмаша, что нынче он рискует до 10 ближайших лет провести за решеткой, за бой, за разбитие. За что вы задержаны сотрудниками полиции? За разбитую бутылку. Ну, то есть за разбой. Разбил он, правда, вовсе не бутылку с коньяком в магазине, а нечто иное. По его версии, сильно мучаясь после воскресения с похмелья, благо на работу ходить 42-летнему мужчине не надо, понес он свой организм в половине первого пополудня в лечебный магазин, а денег-то нет. Решил украсть бутылку с коньяком внутри, но его за этим делом поймали. До этого версии магазинщиков, а также полиции и его версия не расходились. А вот дальше он всего лишь уронил и разбил ту самую бутылку коньяка, которая не так много стоит, чтобы за нее сажать. Ну и еще виновен он в том, что, пытаясь убежать, разбил пару стекол в дверях. Все, чисто по мелочи. Даже осознать и раскаяться можно, как-то слегка по-ефремовски. Раскаивайтесь, извиняйтесь. Я раскаиваюсь, я приношу получащие извинения этим людям, обязательно к ним приду. Я отблагодарю и извинюсь, потому что я на этом районе жил с детства, буквально в этом доме. Мне очень стыдно, я очень сильно раскаиваюсь, я приношу, постараюсь, что впредь, точнее обещаю, что впредь мне повторится. Явно, по его сценарию, его должны были после этой проникновенной речи отпустить, оформив административку за мелкое хулиганство или за мелкую кражу, но случилась пара неувязок. Одна прямо во время этой речи. Ранее к уголовной ответственности привлекались судимы? Ну, за применением сторон было закрыто дело, то есть, по сути, не судимы. По какой статье? Тяжкие телесные. Вот тут гражданин почему-то забыл, что за нетяжелые телесные по 115 статье УК он все же был осужден. Ну и, собственно, картина произошедшего в магазине тянет на вполне тяжкую уголовную статью, потому что официальная версия гласит, что этот дядя не просто так пришел в магазин, а принес с собой некую бутылочку, в которой было нечто, и когда его начали было вязать магазинщики, заметившие кражу коньячины, он достал эту свою бутылку и начал ее содержимое вокруг себя разбрызгивать, как бы орошая зеленых чертиков из белочки с священной водой, и предупреждая, что это кислота, которая всех сейчас разъест. То есть, с юридической точки зрения, все это тут же перестало быть административным правонарушением мелкой кражей и стало тяжким уголовным, где стоимость похищенного добра вообще никакого значения не имеет. Это стало уже разбоем с применением предметов, используемых в качестве оружия, и это 162-я часть 2-я, до 10 лет лишения свободы, а вовсе не ай-яй-яй и иди домой, вот тебе штраф, который ты все равно никогда не оплатишь. Что будет дальше, покажет время. Например, чуть ли не все зависит от экспертизы, которая должна определить, что за жидкость он разбрызгивал. Если там окажется обычная вода, то с юридической точки зрения возникает вопрос, хватит ли для того, чтобы считать это оружием, просто объявления этой воды таковым, чисто на словах. Ну, как примерно предмет, похожий на пистолет или муляж гранаты, в общем-то, вполне зачитываются в минус злодею, так же, как и совершенно настоящее оружие. В общем, дело возбуждено. Пациент из обезьянника 14-го отдела полиции переехал на время следствия в соответствующий изолятор.